Уже в августе этого года на осы Тургенской обсерватории, которая расположена в горах Северного Тяньшане, будут установлены три новых телескопа. Эти инструменты необходимы казахстанским астрофизикам, чтобы отслеживать потенциально опасные объекты в ближнем космосе и в околоземном пространстве. В осы Тургенской обсерватории побывала наша съемочная группа и все подробности у Григория Беденко. На этом коротком видео, снятом казахстанскими астрофизиками в горах Тяньшане, запечатлен первый казахстанский спутник связи КАСАТ-1. Сам объект — это неподвижная белая точка в центре кадра. В настоящее время он находится на так называемой орбите захоронения, в 40 тысячах километрах от Земли. Как известно, спутник был запущен летом 2006 года. Но уже в 2008 в результате необратимой технической неисправности превратился в космический мусор. Подобных неуправляемых и никому не нужных объектов в околоземном пространстве сегодня очень много, и за ними необходимо постоянно наблюдать. Сейчас мы как раз работаем над большой программой, которая так и называется, программа по осведомленности о ситуации в околоземном космическом пространстве. Сюда включается оптическая часть наблюдений по геостационарным объектам. Плюс к этому мы стараемся разработать новую систему, которая бы позволила нам наблюдать низкоорбитальные объекты. То есть мы стараемся охватить вообще весь диапазон орбит от низкоорбитальных до геостационаров. Программа по отслеживанию потенциально опасных объектов в околоземном пространстве, наряду с фундаментальными исследованиями, станет основной в деятельности Казахстанского института астрофизики. Она предполагает тесную международную кооперацию. Полутораметровый телескоп АЗТ-20 также можно использовать для отслеживания потенциально опасных объектов в ближнем космосе. К примеру, это могут быть астероиды, орбита которых проходит в непосредственной близости от поверхности Земли, либо фрагменты космического мусора. И вот такие небесные тела подобный инструмент позволяет изучить в самых мельчайших деталях. Информация о подобных объектах очень востребована, особенно теми странами, которые располагают крупными группировками спутников, а также имеют возможность их запускать. К примеру, наши ученые уже в контакте с французской Ариангрупп. На низких орбитах скорость примерно получается от 10 до 12, ну 14 км в секунду. И для этого нужно успеть отследить, например, объект до минуты, ну минуты даже максимум, получается 10-15 секунд, чтобы поймать его фотометические данные, спектроскопические данные. Вот этот большой телескоп, большая часть его работы идет, это дальний космос, потому что он большой диаметр, большая светосила и большое поле. Тем те телескопы будут обнаруживать объекты, и этот большой телескоп будет подхватывать. То есть всегда идет система из нескольких телескопов, которая дает приоритеты. Такие наблюдения требуют развития инструментальной базы. Поэтому уже в августе этого года в Осетургенской обсерватории планируют установить три новых телескопа. Они будут управляться дистанционно, а вся информация обрабатывается в Алматы, в создаваемом сейчас новом дата-центре.